Здравствуй Вас! Прочитал Ваш вопрос и попробую Вам на него ответить. Настолько, насколько мне позволят сделать объем Вашего текста. Вы пишите сразу, мне 36 лет. Добрый день, мне 36 лет. Вы знаете, когда люди пишут свой возраст, по сути, вторым числом после приветствия, это говорит о том, что он возраст, чтобы для них значил. И если Вы указали свой возраст, и не только в начале, но и далее по тексту, то он для Вас имеет значение. И значение, получается, он для Вас имеет Ваш возраст куда больше, чем, например, должен иметь. Чем, например, действительно это значение является. То есть Вы чрезмерно обращаете на него внимание, на возраст. Может быть Вам кажется, что Вы, допустим, за свою жизнь, например, ничего не добились. Может быть Вам кажется, что Вы должны большего добиться за свой возраст. Может быть, Вы опасаетесь, что вот в Вашем возрасте большего добиться, чем, ну, чем вот сейчас, Вы уже не сможете. И, собственно, именно в этом может и заключаться Ваш страх, что я не смогу чего-то добиться, да, я не смогу как-то вот кардинально свою жизнь поменять. Потому что у меня уже вот такой возраст. Соответственно, отношение к возрасту, это, как правило, некие установки социума, установки в том числе и Ваших близких, Значит, придание значения возрасту также определяет то, как вот расположены Ваши ценности, как Вы их, свои ценности рассматриваете, да, расставляете и так далее. То есть здесь, здесь очень вот такой важный момент, на мой взгляд, который обязательно нужно учитывать. То есть необходимо Вам определить, что повлияло на то, что Вы так много внимания уделяете именно возрасту. То есть в чем причина этой неудовлетворенности? Может быть, у Вас есть, например, нереализованное желание, допустим, стать матерью. Или Вы, там, чувствуете, что Вы не можете реализоваться, Вам уже 36 лет, и Вы боитесь, что все время упущено. То есть кто Вам внушил, что возраст имеет значение по отношению к реализации. Откуда у Вас установка, что возраст влияет на эту самую реализацию? И отдельно хочу сказать, что Вы можете мне возродить, но, Андрей, я же ничего не говорила про возраст. Я просто написал, что мне 36 лет. Да, Вы правы. Может быть, про возраст Вы ничего и не говорили. Может быть. Но для меня, для меня важно, чтобы Вы проанализировали свои ощущения. Для меня важно, чтобы Вы прислушались к себе и подумали, а так ли это. То есть, так ли действительно возраст для Вас не имеет значения. Понимаете? Вот, преди, чем мне возражать именно на эту тему, пожалуйста, Вы подумайте об этом. Далее. Выписывайтесь. Значит, работаю на нелюбимой работе. Я приняла решение сменить место работы. Денег будет меньше. Смогу уделять время художественным проектам, развиваться в этой сфере. Но боюсь, что не получится. Казалось бы, какая ключевая проблема у Вас? Ключевая проблема в том, что Вы не уверены в себе. Я отдаю себе, опять же, отсчет в том, что, быть может, Вы ко мне не согласитесь в этом. Но, пожалуйста, постарайтесь хотя бы об этом подумать. Если ключевая проблема в том, что Вы в себе не уверены, то это многое бы объяснило. Ну, например, это объяснило бы тот факт, что, допустим, Вы какое-то время, очень долгое, видимо, время работали на нелюбимой работе. То есть, Вы игнорировали свои потребности, Вы игнорировали свои желания. Вы не обращали на это внимание, на то, вот, чего Вы хотели. А вместо этого, значит, работали там, где Вам не нравится. Ужигает вопрос. Почему? Почему Вы работали там, где Вам не нравится, не нравится? И ответом на этот вопрос будет именно то, что Вы не доверяетесь себе, не привыкли ориентироваться на свои собственные потребности, а вместо этого ориентируетесь на что-то другое. Ну, например, на то, что более, скажем так, востребовано, да, например, на то, что представляется более объективным, скажем так. И отсюда, соответственно, у Вас и возникает проблема страха. То есть, Вы боитесь не того, что у Вас чего-то не бороться, потому что Вы не можете этого бояться, вы не можете, значит, испытывать страх по отношению к тому, чем Вы не занимались, вы не можете испытывать страх по отношению к тому, чего Вы не делали. Вы не можете этого, не можете испытывать страх по отношению к этому, но Вы можете и довольно легко можете испытывать страх именно от того, что Вы сами себе, еще раз повторяю, не уверены. И вот, когда Вы говорите, что Вы, там, дальше, выписывали, значит, плюсы и минусы, вот, шага, да, который Вы хотите сделать, значит, вы поступали по форме, правильно, а вот по смыслу не очень. Почему? Дело в том, что Вам нужно не плюсы и минусы этого шага выписывать, ибо плюсы и минусы, как таковые, они всегда, по большому счету, субъективны. Они именно субъективны. Это вот такой, на мой взгляд, ключевой момент, что однозначного плюса или однозначного минуса в том, что, например, Вы делаете в том, чем, например, Вы занимаетесь, нет. Однозначного плюсы и минусы в этом нет. Плюсы и минусы всегда субъективны, к сожалению, во всем субъективны. Поэтому, поэтому, я думаю, что нужно выписать Вам на листочке, как раз таки, в чем Вы в себе уверены, а в чем не уверены. И почему? Почему Вы в себе не уверены в том-то, почему Вы уверены в чем-то другом и так далее. То есть, вот это, как раз таки, то, что является очень важным. В первую очередь, для Вас. Это нужно разобрать. Следующим пунктом идёт то, что, значит, нужно определить, почему Вы изначально стали работать вообще на нелюбимой работе. Чем это связано? Вот почему Вы на нелюбимой работе работаете? То есть, почему Вы выбрали то, что Вам не нравилось? Чем Вы руководствовались при этом? Это вот тоже такой важный момент. Потому что, если Вы не будете об этом думать, если Вы не будете это анализировать, то со временем ваши мотивы, которые сейчас вроде бы приобрели персонифицированный характер, Ваши мотивы со временем опять окажутся погребёнными под другими мотивами. Под мотивами, например, скажем так, тех, кто заставил Вас когда-то в своё время пойти на нелюбимую работу. Вот это вот тоже такой вот важный момент, который Вам нужно разобрать. Далее, Вы говорите, денег будет меньше, смогу уделять время художественным проектам. А значит, реализоваться в этой сфере. Вы говорите, что я боюсь, что не получится. А именно, вот конкретно Вы чего боитесь? Того, что у Вас меньше будет денег? Если так, то для чего Вам есть деньги? Это вопрос отдельный, да? Какое место в Вашей жизни занимают деньги? Это вот первое. И второе. Вы боитесь, что у Вас не получится реализоваться в этой области, в которой Вы хотите реализоваться? Вы боитесь, что у Вас не получится, потому что тогда это будет означать, что Вы вообще реализоваться не можете. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. А Вам как раз таки нужно знать, что Вы в какой-то области реализоваться можете. Еще я повторю, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. То есть, здесь нужно тоже, здесь нужно также, вот эти моменты определить, чего именно, чего конкретно Вы боитесь и почему Вы боитесь. Вот чем это, опять же, связано? Потеря денег, соответственно, нужно, чтобы Вы определили значение денег тогда для Вас. Или, соответственно, сверхмотивация реализовать именно в области художественной для того, чтобы сказать тебе, что да, я реализовалась, или что да, я реализовываюсь, и как бы все хорошо. Но в этом случае, если Вы ставите себе подобные условия, да, условия реализации, значит, если Вы используете реализацию в качестве условия для того, чтобы чувствовать себя, например, достойно, и чувствовать себя, там, ничем не хуже, например, других, то в этом случае можно говорить о том, что при другом раскладе Вы себя таковой чувствовать не будете. То есть Вы не будете чувствовать себя достойно, если, например, не реализуетесь. И вот здесь тоже важная установка, что Ваше уважение к себе и, возможно, любовь к себе, ценность к себе условны. Пока Вы не реализуетесь, Вы не ценны. Когда Вы начнете реализовываться, как Вы думаете, Вы будете себя ценить, Вы будете любить и вообще Вы будете достойны и лучше. Это заблуждение. Это заблуждение. На самом деле, больше ценить Вы себя со сменой работы, с реализацией другой области, другой сферы Вы не будете. Больше ценить не будете, потому что у Вас условность есть в отношении к себе. Условность в отношении к себе сохранится, в любом случае ее нужно снять. Чтобы снять, нужно понять, кто Вам ее внушил. Далее, значит, так, Вы боитесь, что не получится. Ну, конечно, не получится. Вот представьте себе, что у Вас не получилось. Что произойдет тогда? Вот что случится, если у Вас не получится? Вот что произойдет? Это важно, чтобы Вы сказали, что случится, если у Вас не получится реализоваться. Как Вы будете действовать в этом случае? Лучше, если не получится. Насколько Вы будете считать для себя это негативным результатом? В каком аспекте и почему? Подумайте в этом направлении, я думаю, что страхов у Вас станет куда меньше. Далее, никак не найду себя, хотя это смешно в моем возрасте. Здесь, позвольте, я Вам скажу так, что, во-первых, ничего смешного нет. Потому что люди бывают всю жизнь тратят на то, чтобы найти себя и так и не находят, к сожалению. Во-вторых, когда Вы говорите, что я не могу себя найти, у меня возникает такой вопрос. А как же так? Как же так? Как же так Вы говорите, что Вы не можете себя найти? Как же так? Если Вы уже, вроде как, себя нашли в том, что Вы делаете. То есть, вроде как, Вы нашли себя в художественных проектах. Разве нет? Разве нет? Если нет, то почему нет? Если да, то в чем тогда проблема? В чем тогда проявляется то, что Вы не можете себя найти? По Вашим словам. Это, опять же, очень важно. Потому что есть вот раздраль некий в том, что Вы говорите. Знаете, есть некий вот такой раздраль в том, что Вы пишете здесь. Пишете вот именно в контексте своей профессиональной реализованности. Скажем так. То есть, Вы вроде бы себя нашли. В то же время, Вы вроде бы себя и не нашли. То есть, вот как тут есть? На мой взгляд, ну, непонятно, да? Непонятно. Далее. А если какой-то алгоритм действий специальный для меня? Ну, знаете, вот именно специально для Вас алгоритма действий нет. Если говорить об алгоритме действий, именно то, что Вам нужно сесть и сделать, то это, пожалуй, то, о чем я Вам уже говорил немного ранее. А именно, это только то же, что Вы на листочке выписываете, в чем Вы в себе не уверены. И почему Вы в чем Вы в себя уверены. И почему и вот с этим уже можно будет работать. Но, объективно, какого-то конкретного алгоритма действий для того, чтобы решить Вашу проблему, нет и быть не может. Потому что Вы жили в этой ситуации, ну, в своем состоянии, довольно приличное количество времени. И, значит, соответственно, так просто Вас не опустит то, что с Вами двигало все это, грубо говоря, время. Так вот просто Вы свое поведение, свое отношение к тому, что происходит, так просто изменить Вы не сможете при всем желании. К сожалению. Ну, это невозможно, опять же. Поэтому здесь я бы на Вашем месте не искал бы каких-то вот конкретных решений. Я бы здесь на Вашем месте прорабатывал бы то, о чем я говорил. Да, то есть вот изначальные Ваши установки, изначальные Ваши мотивы и то, как Вы выстраивали отношения со своей работой, с собой в контексте работы и так далее. Далее, значит, пробовал так, выписывать плюсы и минусы. Внутри большое беспокойство, страх меня тормозит. Так, ну, я полагаю, что Вы не будете спорить с тем, что беспокойство есть проявление тревоги. Тревожность проявляется каждый раз, когда человек пытается применить привычный способ решения проблем в той ситуации, где подобный способ решения проблем, к сожалению, не работает. Отсюда у Вас и беспокойство. Вам нужно изменить свой подход, изменить свой угол зрения, понять. Но проблема не в том, что Вы просто сделаете выбор. Проблема в том, что к этому выбору Вас привело. Что обусловило, что обусловило, что сделало мощным само наличие выбора. Вот только это и поможет Вам ситуацию выбора, иначе говоря, проблему воли, проблему произвольных действий снять. Ну, для этого требуется определенная работа. Чтобы Вам хотя бы понять, кто, или что, или какие обстоятельства привели к тому, что Вы сделали для себя возможным выбор между нелюбимой работой и собственной реализацией. И почему собственная реализация для Вас так важна. Ага. Отдельно, отдельно я бы рекомендовал Вам еще проанализировать свои отношения в семье, об этом я уже частично говорил, с мужчинами. И вообще, как бы, проанализировать то, чего Вы добились помимо работы в своей жизни. То есть, если у Вас семья, если у Вас дети, какие у Вас отношения там и так далее. То есть, все это достаточно сильно влияет. Если мы говорим конкретно о профессии, то выбирать нужно объективно всегда то, что нравится, но по возможности то, что приносит деньги. Если нужны деньги, то выбираем то, что приносит больше денег, но обязательно оставляем возможность заниматься любимым делом, хотя бы в качестве хобби. Вот это аксиома, это алгоритм. Вопрос в том, сможете ли Вы обеспечить этот самый алгоритм. Для этого требуется уверенность в себе, для этого требуется четкое понимание того, для чего мне, например, деньги. То есть, если у меня, например, есть ребенок, вот Ваш муж его, значит, не содержит, то Вы, соответственно, должны содержать ребенка сами. Понятно, что в этой ситуации Вы ориентируетесь на деньги. Это нормально. Но в этих условиях Вам нельзя забывать успех, хотя бы полчаса тратить там на различные проекты художественные, которые Вам нравятся, чтобы реализовываться самой. То есть, забывать о себе не нужно. Вы о себе забыли. Вопрос в том, почему. Кто вытеснил, кто или что вытеснил у Вас вот эту вот заботу о себе. Понимание того, что нужно Вам. Почему Вы только сейчас об этом начали думать. Вот. Это ключевой вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если у Вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если Вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю Вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.